Тема вебинара «Изменение федерального государственного образовательного стандарта в 2022 году». Проведет вебинар Александр Павлович Уваровский, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, учитель, автор пособий издательства «Легион». Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на корректное заполнение анкеты при регистрации. Если вам важно оформление вашего сертификата, то обязательно заполняйте все требуемые ячейки и особенное внимание уделите написанию адреса электронной почты. Что-нибудь изменить, поправить или внести добавление в ваш сертификат после не представляется возможным. Поэтому заполнили анкету, пожалуйста, перепроверьте ее. Если у вас будут возникать вопросы к лектору, а я надеюсь, вы будете активными участниками, пожалуйста, адресуйте их в чат. Ну, а я желаю всем продуктивной работы и передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад видеть, знать, что вы пришли на наш вебинар. Я сразу хочу уточнить, что я постараюсь остановиться на сравнении того нового в ГОСа, который мы начинаем с вами, по которому мы начинаем с вами работать, и того в ГОСа, который у нас уже давно в работе. В основном этот вебинар направлен на администраторов, потому что администраторы в первую очередь будут заниматься этими вопросами, но тем не менее каждый учитель, проходя какие-то курсы повышения квалификации, будет с этим вопросом сталкиваться. Итак, я хочу остановиться на нормативном обеспечении деятельности образовательной организации в условиях введения нового федерального государственного стандарта 2022 года. Вы все прекрасно знаете о том, что проект этого стандарта появился еще где-то лет 5 тому назад. Его хотели утвердить и принять, его перерабатывали, его активно обсуждали, но, к великому сожалению, он принят так и не был. Но на сегодня мы с вами в августе месяце получили, в мае этот приказ был подписан, но только в августе мы его воуче увидели. Два приказа, 286 и 287 приказы Министерства просвещения Российской Федерации. 286 приказом был утвержден стандарт начального общего образования. Обратите, пожалуйста, внимание, то, что в стандарте просто поменяли местами главы этого стандарта. Требования к результатам – это был пункт номер один, на сегодня это пункт номер четыре, и это достаточно логично, потому что в данном случае это финал нашей с вами работы, то есть мы должны понять, чему мы учим и что мы хотим получить в итоге. Поэтому сегодня этими требованиями завершается текст самого стандарта. 8287 приказ, он утвердил стандарты основного общего образования. Структура стандарта точно такая же. Стандарт состоит из четырех основных положений, в которых мы с вами можем посмотреть. Это и общие требования, и структура самой программы, и требования к условиям реализации. В целом все требования и кадровые, и финансовые, и материально-технические, и опять-таки требования к результатам. В соответствии с этим приказом можно было начать работу по новому стандарту с 1 сентября 2021 года, при условии, что образовательная организация готова к введению стандарта. Поэтому у нас с вами есть в России довольно много образовательных организаций, которые сегодня уже начали работу по новому стандарту. Массово мы все с вами перейдем на этот стандарт с 1 сентября 2022 года. Обратите внимание, что к великому сожалению, но вот этот переход, он будет связан с тем, что нам необходимо провести ревизию в тех локальных актах, которые есть в образовательной организации, и кое-что подправить в соответствии с требованиями нового федерального стандарта. Мне хочется особо обратить внимание на то, что сегодня в стандарте начального общего образования совершенно жестко прописано в пункте номер 2 о том, что этот стандарт не применяется для обучения обучающейся с ОВЗ и умственной отсталости. То есть мы с вами раньше имели стандарт для начальной школы, где такой оговорки особо не было, и у нас был стандарт для обучения детей с ОВЗ. Сегодня в стандарте в новом жестко прописано, что он применяется, вот этот стандарт применяется только для тех детей, которые не относятся к категории ОВЗ или, например, с какими-то интеллектуальными нарушениями. Дальше. Собственно говоря, что этот стандарт еще раз подчеркнул? Стандарт еще раз сказал о том, что наша с вами работа строится на основе системно-деятельностного подхода. То есть во всех стандартах подчеркивается то, что у нас самое важное, вот этот самый деятельностный подход и знание ребенок должен получать в деятельности. Вы знаете, вот когда мы говорим новый стандарт, новый стандарт, всегда думаю о том, что есть многие вещи, которые уже были пройдены нами с вами, и мы уже этих вещей всех касались и говорили о них. Если у вас будет время, посмотрите художественный фильм «Расписание на послезавтра» с Далем. И там есть фрагмент, когда Даль разговаривает со своим другом-ученым и говорит о том, что сегодня школа должна быть другой. Он говорит о стандарте 22-го года. Хотя фильм, если не ошибаюсь, это фильм 80-х годов. То есть это то, о чем мы с вами всегда говорим. То есть важно, чтобы мы об этом просто не забывали. Далее, мне хочется сделать акцент на том, что в стандарте жестко прописывается вариативность. Вариативность говорит о том, что мы с вами можем изучать, как предметы на общеобразовательном уровне, так можем изучать их на углубленном уровне, более расширенно. И, в принципе, мы можем и должны с вами использовать индивидуальный учебный план, который прописан у нас в законе. И любой ребенок вместе с родителями может принять решение и обратиться к нам с тем, что он будет обучаться по индивидуальному учебному плану. То есть часть уроков он может посещать вместе со всем классом, а часть уроков он может индивидуально заниматься, приходить, сдавать какие-то зачеты контрольные, получать свою оценку. Но он будет работать по индивидуальному учебному плану. Что включает себя в ГОС? В ГОС, как всегда, включает три группы требований. Это требования к структуре самой программы, требования к условиям ее реализации и, самое важное, требования к результатам. Вот эти три основные группы требований, они характеризуют все стандарты последних лет, и вы их также найдете в этом новом стандарте. Ну, в стандарте сегодня, коллеги, жестко прописано о том, что стандарт определяет элементы социального опыта. Мы начали с вами говорить о фундаментальном характере образования. Мы говорим об успешности обучения обучающихся. То есть вот этот социальный опыт, элементы социального опыта, мы о них как-то особо раньше громко не говорили, сегодня вот это прописано в документе. Причем, обратите внимание, есть фраза в этом в ГОСе, которой тоже раньше не было, где сказано о том, что те требования к предметным результатам, которые прописаны сегодня и определены в стандарте, это минимум содержания, то есть это то, что мы с вами обязаны выучить с детьми, со всеми детьми. Это может быть углубленка, вообще образовательный класс, но это тот материал, который я не имею права игнорировать. Это очень важный момент. Мы все время говорим о федеральном образовательном ядре, так вот в данном случае в ГОСе это ядро, и сформировали, и они сегодня именно говорят о том, на что нужно обратить внимание. Если у вас углубленка, вы будете брать материал более широко, вы будете углублять его, но сократить тот материал, который прописан во в ГОСах, уже нельзя. Это наше с вами образовательное ядро. Дальше хочется сказать о том, что все содержание этой программы определяется самой образовательной организацией, потому что именно образовательная организация разрабатывает программу. Она выставляет какие-то свои требования, потому что все зависит от вашей специфики, и в соответствии со спецификой вы будете прописывать образовательную программу. Если мы с вами будем работать с детьми с ОВЗ, то при работе с этими детками нам с вами надо будет брать стандарт начальной школы для с детьми с ОВЗ, а вот то, что касается основного общего образования, то мы с вами должны использовать адаптивную программу, адаптированную программу. Мы с вами должны создать вот ту самую адаптированную программу, на основе которой мы с вами будем работать вот с этими детьми. Причем, обратите внимание, в ОВЗ сейчас прописано о том, что эта программа не просто как-то корректирует материал, но она направлена прежде всего на коррекцию нарушений развития у ребенка. То есть она должна помочь ребенку социализироваться в этом обществе, она должна ребенку получить какие-то новые знания, которые он может получить именно благодаря нам с вами в школе, несмотря на то заболевание, которое у ребенка сегодня имеет место. Очень много вопросов возникает по изучению родного языка и родной литературы. Дело в том, что каждый из нас с вами по-разному читает законы. Вот то, что касается закона о языках, появилась эта категория в законе благодаря этому закону, что каждый имеет право на родном языке получать какое-то образование. Но дело в том, что мы, так сказать, его иногда по-разному трактуем, потому что все зависит от того, какой язык прописан в Конституции, в республике конкретной, что определено нормативно в документах, потому что у нас очень многие территории, они многоязычны. И понятно, что если родители захотят, чтобы ребенок изучал именно свой родной язык, мы в школе не всегда сможем обеспечить это, потому что, во-первых, у нас возникнет первая большая проблема с учебниками, тем более, что эта проблема не всегда разрешима. Ну и вторая проблема, которая очень важна для нас с вами, это кадры. Надо найти людей, которые смогут преподавать этот предмет. Вот обратите внимание, как сегодня формулируется во ВГОСах это положение, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Если сегодня в перечне учебников у нас с вами нет учебника по изучению того или иного языка, то мы с вами не всегда можем эту возможность предоставить детям. Вот поэтому здесь надо, так сказать, осторожно еще раз посмотреть на эти позиции, потому что то, что касается родного языка, я прекрасно знаю, что в территориях это часто очень большая проблема, и это очень большой вопрос. Определен нормативный срок обучения. В начальной школе нормативный срок обучения не может быть более 4 лет. То есть у нас с вами 4 года, это, так сказать, тот вариант, который существует для всех. Ну, если мы с вами откроем ВГОС для детей с ОВЗ, там другой ВГОС, другая корректировка, другой срок. Но обратите внимание, что прописано о том, что этот срок может быть сокращен. И если у нас есть ребенок, который идет по индивидуальному учебному плану и может из третьего класса перейти сразу в пятый и пропустить один год обучения, то мы имеем полное это право сделать на основании тех нормативных документов, которые мы имеем. В основной школе у нас обучение не может быть более чем 6 лет. То есть плюс один год у нас есть в запасе, тем более, что для основной школы у нас с вами нет ВГОСов для обучения детей с ОВЗ. Ну и опять посмотрите, пожалуйста, здесь же в положении прописано, что мы можем с вами использовать индивидуальный учебный план, и у нас с вами время обучения ребенка может быть сокращено. Еще раз прописаны формы обучения. То есть мы часто с вами говорим о том, что все-таки школа – это очное обучение. Но ведь помните, у нас были вечерние школы, где было и очно-заочное, и заочное обучение. Вот сегодня, сегодня любая наша школа, она в уставе прописывает все три формы – и очную, и очно-заочную, и заочную форму обучения. Поэтому это все возможно и должно быть так, потому что, когда мы с вами уходим на дистант, это не всегда очная форма обучения. Это как раз-таки вот симбиоз двух форм – очной и заочной. И у нас есть дети, которые сегодня находятся на семейном образовании, поэтому это немножечко другая форма обучения. Причем обратите внимание на то, что во ВГУСах опять-таки жестко прописано, что мы можем с вами использовать электронное обучение. Причем это не всегда, вот полностью на 100% электронное обучение. В образовательной школе все-таки наиболее эффективным является соединение наших традиционных форм обучения с элементами электронного обучения. Да, надо использовать дистанционные технологии, использовать элементы электронного обучения, но тем не менее прямое общение учителя с учеником и ученика с учителем заменить очень сложно и надо ли это. Прописано также модульное обучение. У нас с вами модульный курс на сегодня, ну, если не ошибаюсь, фактически только один – это Орксе, да, там у нас с вами есть модули, но при всем при этом у вас есть какие-то свои элективные курсы, у вас есть внеурочка, то есть мы можем там точно так же использовать элементы модульного обучения и просматривать, что мы можем с вами сделать. Обратите внимание, очень важный момент, который сегодня прописан во ВГОСах. Это пункт номер 20, где жестко оговорено о том, что у нас есть возможность делить обучающихся на группы. Причем то, что вот мне очень понравилось, что мы-то с вами всегда делили учащиеся на группы в зависимости направленности какой-то, от какой-то профилизации. Обратите внимание, что впервые написано о том, что мы можем создать группу с учетом их успеваемости. Это очень часто сегодня необходимо. К великому сожалению, у нас есть очень много детей, не мотивированных к обучению. Они не понимают, зачем это обучение им нужно, что оно им может дать. И поэтому у нас сегодня появляются дети, которые неуспешны в обучении. Это самое ужасное. И вот поэтому в данной ситуации вот эта фраза, которая сегодня во ВГОСах появилась, она может нас выручить тем, что мы все-таки можем создать ту группу детей, которую мы сможем дополнительно готовить к восприятию материала и с тем, чтобы этих детей не упустить в дальнейшем. Потому что, еще раз говорю, самый важный момент – вот это ядро заложить. Потому что, вы знаете, вот мне по роду деятельности приходится проводить тестирование у коллег. И я часто удивляюсь тому, что коллега рассказывает о том, какие он замечательные темы, рассказывает детям, как они там сложные задачи решают. А по факту на тестирование эти дети уравнения на уравнение пятого класса, обычное алгебраическое уравнение, не всегда решают. Поэтому, понимаете, стоит ли искать журавля в небе? Может быть, все-таки надо приложить силы для того, чтобы вот эти фундаментальные здания у детей были, чтобы это ядро было создано. Тот скандал, который был в этом году летом по поводу ОГЭ, вот это решаем, это не решаем. Детвора не всегда может правильный выбор сделать и определиться, как готовиться к экзамену, какой материал решать. И тут вот наша с вами задача сориентировать их и посоветовать с тем, чтобы он на самом деле и нас с вами, так сказать, ну не подвел и выполнил тот минимум, который от нас сегодня требует государство. Далее обратите внимание на 23 пункт, где прописано по поводу того, что у нас с вами идет оценивание этих результатов, что любой курс, любой модуль, он подлежит оцениванию. И здесь тоже в разных территориях, в разных образовательных организациях возникает масса проблем. На мой взгляд, здесь нет проблемы, если вы правильно составили локальный акт. В любой образовательной организации должен быть локальный акт, который прописывает не только те нормативы, которыми я, как учитель, пользуюсь при оценивании, например, контрольных работ, но здесь должны быть прописаны правила оценивания детей по любому предмету. Я знаю, что очень многие коллеги, которые ведут небольшие курсы, изобразительное искусство, один урок в неделю, семь-восемь недель учебной четверки. За эти восемь уроков завуч предлагает, ну, коллеги, согласись, две оценки текущие, на основании которых выставить четвертную, ну, вроде смешно, да? Надо хотя бы три для того, чтобы понять, что, ну, это система, а не случайность. Но если у нас три работы проверочные будут из восьми уроков, когда же мы их учить-то будем? Я понимаю, что у нас работа проверочная может занять часть урока, но тем не менее. Поэтому надо определиться. Например, многие курсы, особенно внеурочка, которая идет, да, мы ее должны оценивать, но почему не оценивать ее по двубальной системе, зачет-незачет? И это не проблема, это легко, при условии, что у вас есть локальная, где прописано, что курсы внеурочные вы оцениваете по двубальной системе, зачет-незачет. И там часто бывают интересные курсы, когда просто иногда не знаешь, за что оценку поставить. Да, ученик активно работает, прекрасно. Я бы ему поставил зачет без проблем. А вот с оценкой, ну что, рисовать ее смешно, и так слишком много иной раз рисуем. Поэтому, коллеги, вот в соответствии с этим пунктом 23, посмотрите внимательно на ваши локальные акты по оцениванию. Это очень важный момент, который в образовательной организации у нас всегда очень важен. Значит, следующий момент, который не претерпел изменений, то есть у нас с вами в любом ГОСе есть обязательная часть, и есть часть по выбору. Процентное соотношение не изменилось. В начальной школе 80-20, в основной школе 70-30. Так у нас и было в старом ГОСе, так осталось в новом. То есть единственное, мы просто должны понимать совершенно четко, все-таки, что представляет собой обязательная часть, из чего она сформирована. И что такое вот эта часть по выбору, когда эта часть формируется, во-первых, образовательной организацией, в зависимости от профиля организовательной организации, в зависимости от тех интересов, которые вы, так сказать, поставили во главу угла, ну и плюс интересы детей, что у них, так сказать, их интересует, на что стоит обратить внимание. Дальше говоря о том, каким образом составляется программа образовательная. Здесь изменений практически нет. Образовательная программа включает те же три раздела. Целевой, содержательный, организационный. Также жестко прописано о том, что целевой состоит из трех разделов. Я их оговаривать не буду, они у вас на экране. Дальше обратите внимание. Содержательный раздел, он состоит из четырех основных моментов, в том числе рабочая программа воспитания. Уже несколько лет, так сказать, второй год мы с вами работаем с этой программой, и в данном случае, на самом деле, она вошла в эту обязательную часть. Обратите особое внимание на последний четвертый раздел. Программа коррекционной работы. То, за что нас часто ругали наши проверяющие органы. Сейчас точно написано жестко о том, что она разрабатывается только при наличии в организации обучающейся СОВЗ. Потому что иногда доходило до смешного. Языковая гимназия. Ну, отбирать вроде как нельзя, но тем не менее. Убеждаем родителей в том, что для того, чтобы ребенку было комфортно, языковая школа сложная программа, обучение сложное. И все-таки там дети частично отобраны. Но там практически не бывает детей СОВЗ. Ну, зачем же мне писать эту программу работы с детьми СОВЗ, если у меня их нет, этих детей? Вот такая фраза появилась во ВГОСах. На нее тоже обратите внимание. Очень важный момент. Да, появился ребенок, я эту программу вынужден буду сделать. Но нет таких детей. И программы такой у меня не будет. Далее. Для начальной школы, для начальной школы. Сегодня дополнительно прописаны три вот эти пункта. Три пункта. Это именно для обучающихся СОВЗ. Вот эти три пункта. Они перекликаются с ВГОСом для детей СОВЗ. Но вот эти три пункта имеют место, и на них надо обратить внимание. Далее, посмотрите, пожалуйста, рабочая программа. В нее немножко внесены изменения. Ну, рабочая программа – это документ учителя. Но, к великому сожалению, со временем он превращается в некий отчетный документ администрации. Возникают споры. Рабочую программу писать на один год или на пять. А может быть, на три. Вот образовательная программа, она почти всегда лет пишется на пять, потому что там должна просматриваться перспектива. Рабочая программа – это рабочий документ. Причем центральным ядром этой программы является календарно-тематическое планирование. И вот это очень важный момент, потому что на самом деле я планирую свою работу. Все зависит от того, какие у меня дети, что они делают. Ну, понимаете, ведь в рабочую программу входит, да, содержание учебного предмета. Многие администраторы требуют переписать подробно, что вы будете учить. Но это все есть в документах. Зачем это делать? Оговорите основные темы, которые вы отрабатываете. Что вы будете делать именно конкретно на этом предмете. Планируемые результаты. Очень важно. Но опять, планируемые результаты могут быть написаны в двух вариантах. Я могу написать их как минимальные, и тогда это будет годиться для всех. Но дело в том, что если я все-таки пишу на год такую рабочую программу, там наверняка будет второй такой раздел. Я пропишу для своих учеников эти планы. Они будут чуть-чуть шире, например. Потому что у меня, я знаю своих детей, я знаю, что я буду делать. То есть вот здесь возможна корректировка. И обратите внимание, тематическое планирование. С ним всегда проблема, когда у нас с вами пропадают уроки. Мы пишем корректировку какую-то. То есть вот обратите внимание, четко написано. С указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы. Возможность использования по этой теме электронных цифровых ресурсов. Вот этого момента раньше не было. Раньше не было. Потому что сейчас жестко прописано то, что мы с вами должны указать. Мы ушли с вами на удаленку. Начинаем лихорадочно подбирать материалы. Они уже у меня в календарном плане стоят. Я их в электронном дневнике вывешиваю. Дети знают, что если что-то произошло, либо он заболел, пожалуйста, возьми и посмотри вот тот урок, который я выбрал. Уроков сегодня много, но мне нравятся они все. Я выбрал тот, который мне ближе, который мне нравится, коллеги. То есть в данном случае три основные момента. Вот коллега написала вопрос, кто должен писать рабочие программы. Коллеги, я глубоко уважен в том, что рабочая программа пишет со мной, учителем. Потому что она не должна быть на 50 листов. Вот у меня рабочая программа на 8 листов. Я для себя прописываю. Ну, это просто немножечко другой вебинар и более емкий. Я для себя прописываю, что я буду изучать. Какой результат я хочу получить в конце года. Какие задания я буду давать. Потому что я стараюсь давать открытые контрольные работы. Это не, так сказать, тайна за семью печатями. Ребенок должен знать, какого типа задания я буду детям предлагать. И обязательно планирую, соответственно, так сказать, каким образом я буду изучать этот материал дальше. Во многих школах сейчас, и опять-таки связано это с проверками в основном проверяющих органов, в основном у нас что происходит? Администраторы предлагают, выписывают из ВГОСа шаблонные документы, которые там прописаны. То есть планируемые результаты на 5 лет выписали. Тут, так сказать, не придерешься. А потом вложили там 4 учителя работы, вложили 4 КТП. Вот, пожалуйста, есть результаты, 4 КТП. Все замечательно. Потом я, независимо ни от чего, в своей рабочей программе всегда пишу критерии оценивания. Понимаете? Потому что в конкретный случай у коллеги пишут по теме квадратное уравнение контрольную работу. Ребенок получает 3. Мама устраивает грандиозный скандал. Почему? Потому что вот откройте работу моего ребенка. Работа как называется? Квадратное уравнение. Посмотрите, 5 заданий у вас было. Все 5 заданий. Она все формулы правильно написала. Она все правильно подставила. Она ошиблась в арифметике. Она не получила правильного ответа. Но все 5 заданий в соответствии с темой вашей работы она выполнена. И в этом случае я говорю, вот, пожалуйста, вот мое календарное планирование. И вот требования к работе, которые и планирование требований к работе вывешены у меня в кабинете. Я говорю, пожалуйста, вот ребенок знает, прочитайте. Здесь написано, за что я поставлю 5, за что 4, за что 3, за что 2, за что 1. И вопрос был снят. Если у вас нет, тогда вам надо искать локальный акт школьный. Но там может быть написано как-то крупными блоками это. И вы не всегда, так сказать, ответите на вопрос. Еще один вопрос. Мы пишем только о календарно-тематическом планировании. Ну, скорее всего, что саму вот рабочую программу за вас делает образовательная администрация. Они решили вам облегчить жизнь, но это право ваше. У вас в образовательной организации обязательно есть локальный акт, где жестко прописано, администрация для себя определилась. Надо сделать так. Просто потому, что мы всегда все живем от контроля до контроля, и поэтому как-то хотим себя обезопасить. Поэтому, скорее всего, что вот это планирование готовит администрация, а каждый год ваше КТП в соответствии, так сказать, с годом обучения вкладывает вот в эту рабочую программу. Потому что, ну, вот я привык, что это на каждый год, и я знаю, что у меня всегда есть под руками документ. Сколько колонок должно быть в тем планировании? Тем планирование, на мой взгляд, коллеги, субъективно, потому что, поймите, в каждой школе есть свои правила, да? Я считаю, что должно быть первое. Я пишу номер четверти, в которой проходится материал. Второе я пишу, сейчас вот и вспомнить-то, видите. Второе я пишу планируемую дату урока. Третье я пишу фактическую дату урока, потому что она может измениться. Затем я пишу тему урока, количество часов, которые у меня на нее отводятся. Для себя мне это, да, я очень, я пишу цифровые ресурсы. Для себя, для удобства я пишу то, что я задаю на дом по этой теме. И вот, то есть вот это те колонки, семь колонок, которые у меня. Вот, поэтому в данном случае, я же говорю, у вас просто есть локальный акт, поэтому по локальному акту, в общем-то, надо просто посмотреть, что прописано в локальном акте. И, ну, это большой-большой разговор. Вот, и поэтому в данной ситуации о рабочих программах, конечно, надо говорить немножко отдельно. Следующее я ответил на несколько вопросов, которые я вот увидел. Значит, кроме всего прочего, есть рабочая программа воспитания. У нас в прошлом году даже не было четкой структуры, как это сделать. Вот обратите внимание на то, что сейчас, сейчас в ВАВГОСах прописано, какая структура должна быть рабочей программой воспитания. И это очень хорошо, потому что в данном случае мы можем, ну, сформировать по всем правилам этот документ в нашу прообразовательную программу. Потому что, ну, все равно, как бы мы ни говорили, у нас всегда все годы воспитания и обучения были связаны друг с другом, и в данной ситуации невозможно по-другому это сделать. Все равно обучаем и воспитываем. Воспитывая, обучаем. Так было всегда, так и будет. Далее, говоря о следующих статьях, это организационный раздел. Он сегодня включает вот такие моменты. Обратите внимание. Я хочу обратить внимание ваше на то, что, вот кто-то говорил, какие изменения. Если вам предстоит на уровне школы с администрацией работать, то в данном случае, в данном случае, посмотрите вот на что. Ага, увидел по воспитанию. Обратите внимание вот на что. При введении нового ГОСа у нас меняются названия предметных областей. И если вы будете писать образовательную программу, вам надо подкорректировать этот момент. Значит, я вот на один вопрос хочу ответить, но сразу просто параллельно, чтобы вы увидели. Обратите внимание. Вот названия, названия, новые названия предметных областей. Русский язык и литература и литературное чтение. Родной язык и литература, то есть вот как прописаны сегодня эти области, есть существенное отличие от того, что было раньше. Пока не забыл сразу. Кто-то из коллег задал вопрос, необходим ли, ну какой-то кусочек в рабочей программе, связанный с программой воспитания. Да, необходим. Сегодня по требованиям в рабочей программе должен быть момент, который, так сказать, вот касается именно воспитательного момента. Но, коллеги, если вы откроете в ГОС и посмотрите массу умных слов, которые там написаны, то там всегда можно выбрать именно для своего предмета набор вот этих воспитательных моментов, которые можно прописать. Причем, на мой взгляд, это вот в данном случае совершенно неважно каждый год менять, потому что, если у меня в математике я делаю чертежи и каждый год учу культуре выполнения чертежей, у меня это всегда, каждый год, и в пятом, и в одиннадцатом. Поэтому вот возьмите для себя какой-то, выберите модуль, соответствующий вашему предмету, и вставьте его во все рабочие программы. Этого вполне достаточно. А, сейчас скажу. Три О перед информатикой, коллеги, речь идет о том, что этот слайд сделан для двух в ГОСов, начальная и основная. Вот то, что касается раздела то, что информатики, там, где стоит три О, это предметы, которые прописаны только в основной школе. Там, где написано НОО, это предмет, который есть только в начальной. То есть имеется в виду, что сегодня, например, второй иностранный язык, он может существовать только в основной общеобразовательной нашей школе на втором этапе. И то теперь он будет необязательный. А по выбору либо образовательной организации, либо по выбору родителей и учеников. То есть вот эта аббревиатура, она говорит, что это относится только к одному в ГОСов. Дальше, коллеги. Вот еще раз. Вот модульный курс, который связан с Оргсе. И прописаны эти модули все. Далее, далее. Опять посмотрите, пожалуйста, снова 32-й, 33-й пункты в двух ГОСах. Снова еще раз прописано о том, что родной язык, родная литература осуществляется при наличии возможностей организации. То есть, если помните, там выше было прописано, что это должно быть наличие условий у самой системы образования, например, муниципальной, то здесь четко прописано, что должна быть такая возможность у самой образовательной организации. А если такой возможности нет, вы не можете предоставить изучение этого предмета, к сожалению. Ну, может быть, в перспективе. Ну, прописан модульный курс Оргсе у нас с вами. Обратите внимание вот еще на что. Вот то, что касается названий предметов в нашем с вами учебном плане. Когда администрация пишет образовательную программу, один из основных документов – учебный план. Чем мы с вами столкнулись? Ну, вообще сталкиваемся несколько лет. Например, математика, экзамен по ОГЭ, ранее он всегда давал нам две оценки – алгебру и геометрию. Хотя экзамен назывался математика, и вечно была головная боль, как выставлять оценку. Ну, конкретный случай. Алгебра – три, геометрия – два, математика – три. Ну, вроде как у ребенка есть два по геометрии, а я ему выдаю аттестат, и в аттестации ставлю тройку по той же геометрии алгебры. И всегда были казусы. Вот всегда поднимали эти вопросы и говорили, что надо как-то урегулировать этот вопрос. Это неправильно. Мы не должны быть на таком распутье. В прошлом году жестко нам выдали одну оценку. Это была только математика. Только математика. Куда ее выставлять? В алгебру или в геометрию? Ну, давайте выставим в алгебру. Значит, и вот поэтому я привожу вот это письмо, где было четко сказано о том, как мы должны с вами в аттестат выставлять. И вот что тоже получается. В учебном плане мы пишем алгебра и геометрия, а в аттестаты мы с вами выставили математику. В аттестате у нас не было алгебры геометрии. Это письмо июньское 2021 года, когда мы с вами печатали аттестаты и когда у нас возникала вот эта головная боль, как это сделать. То есть, вот обратите внимание, это тоже очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Далее. Вот прописано в авгозах, посмотрите, пожалуйста, в авгозах прописано, что математика имеет, то есть прописано, что это не три предмета, это три курса, в математику входят алгебра, геометрия, ну теперь еще вероятности статистика, делают на нее упор, ну, так сказать, вот такая федеральная политика сегодня. И то же самое, посмотрите, даются пояснения по истории, даются пояснения по второму иностранному, который перестал быть обязательным, коллеги. Очень важный момент, да. И обратите внимание еще на одно, то, что касается детей с ОВЗ, то, что касается адаптированных программ, да, то прописано, что учебный план вот этих детей могут быть внесены, изменения специальные, причем в авгозах, в авгозах даны конкретные пояснения, в какой части это может быть. Ну, календарный учебный график. Понятно, что это все наши с вами даты, когда мы учимся, это каникулы, вся эта продолжительность, промежуточная аттестация. Мы с вами это обычно делаем, тут, но ничего нет. Требования к условиям тоже не изменились. Требования общесистемные, финансовые, материально-технические, учебно-методические, то есть все требования, которые были, они также остаются, и мы их прописываем. Но, посмотрите, пожалуйста, для основного общего образования первый раз в авгозе жестко прописали, какие кабинеты у нас с вами должны быть в образовательной организации. Мы зачастую решали этот вопрос самостоятельно. Я понимаю прекрасно, что иной раз предметов 20, а кабинетов в школе 12, и мы с вами их объединяем, делаем там многопредметные кабинеты, но, коллеги, вывеску на кабинете повесить надо. Придут проверяющие, скажут, у вас нет такого кабинета. Ну вот обратите внимание, пожалуйста, что прописано как раз таки здесь, какие кабинеты у нас должны быть для какого цикла, да, и написано, что допускается создание специально оборудованных кабинетов для нескольких учебных предметов. Очень важный момент, то есть мы все с вами делаем по закону. То, что касается учебников. Вот опять жуткие споры. Шарахнулись в одну сторону. Давайте электронные будем вводить. Нет, давайте бумажные. Значит, ГОС поставил жирную точку в этом вопросе и сказал, хотите электронные, пожалуйста. Но четко прописано, что по каждому предмету, у каждого ученика должно быть не менее одного бумажного учебника. Именно в печатной форме. То есть мы с вами не можем уйти на электронный вариант. Печатная форма учебника должна быть. Коллеги, знаю, что многие из вас сейчас возмущаются, потому что сам такой. Ну, вообще надо научиться считать деньги. Потому что я не понимаю, например, почему по ИЗО, по музыке, по физкультуре, даже по ОБЖ, почему не может быть комплект учебников в кабинете. Учебники по ИЗО очень дорогие. Мы не сможем их просто купить. И надо ли, чтобы этот учебник был у каждого ребенка. У них дома есть интернет, они могут что-то посмотреть. А в классе я с этими учебниками работаю. Коллеги, может быть, я не прав. Это мое субъективное мнение. Но дело в том, что, ну, мы знаем прекрасно, у нас у всех с вами, почти у всех, подушевое финансирование. В рамках подушевого финансирования купить учебники сложно. А сейчас перейдем на новый в ГОСТ. И возникает вопрос, а как быть с учебниками? Вот буквально вчера только получил, и в «Консультанте Плюс» вывесили документ, который уже прошел юстицию. Как мы с вами учебники-то будем с 2022 года использовать? Коллеги, обязательно вот не забыть, покажу вам этот документ. Дальше. Обратите внимание на следующее. Ну, единство учебной воспитательной деятельности. Вот никогда об этом не спорил. Мы это всегда делали, всегда делаем и будем делать, потому что это очень важный момент. А вот предметные результаты – очень важный момент, потому что кто-то вот из коллег задал вопрос, будет ли предусмотрена продажа программ по математике, по истории. Коллеги, ну, вообще по-хорошему не может быть организована продажа программ, потому что сегодня, как вот у нас раньше, всю жизнь выписывал математику в школе, открывал примерно тематическое планирование, там прямо карандашиком или ручкой ставил даты и спокойно работал, и неплохо работал. Сегодня у нас с вами бумаг много, но работаем что-то хуже, уставать стали больше, что-то, в общем-то, видимо, не так. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, на то, что в данной ситуации, в данной ситуации, когда мы с вами говорим о программах, они есть, и именно этими программами вы обязаны пользоваться. Значит, во-первых, у нас с вами, во ВГОСа сегодня, в чем вся прелесть нового ВГОСа? Когда вы откроете ВГОС, когда вы откроете ВГОС, то последний, четвертый раздел очень подробно прописывает те материалы, которые мы с вами, которые формируют конкретно федеральное базовое ядро. И именно из ВГОСа эти материалы вы возьмете. Но я хочу, чтобы вы не забыли вот этот приказ четвертого года, потому что, коллеги, значит, приказ 2004 года планировалось отменить, потому что, в общем-то, во ВГОСах сегодня есть материал, который для нас с вами нужен. Но дело в том, что пока не проведена корректировка ВГОСов для среднего образования. И поэтому, если мы с вами будем брать материал для средней школы, то его можно найти только вот в этом приказе. В этом приказе подробно прописаны те материалы, которые изучаются на общеобразовательном уровне, и те материалы, которые изучаются на уровне профильном. То есть вы можете очень внимательно посмотреть эти материалы, они прописаны, и вот об этом приказе забывать не стоит, он на самом деле нам с вами очень важен. Кроме того, просто обратите внимание, что в этом году Обранадзор и ФИПИ вывесили нам тексты наших экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, причем у нас с вами по основному экзамену ничего не изменилось, и базовая модель осталась той же самой, а вот то, что касается 11 класса, эти модели существенно изменились. И, конечно, здесь надо иметь в виду, что детвору надо познакомиться с этим материалом, просто поскольку, так сказать, я представляю издательство «Легион», я хочу вам напомнить о том, что вы можете зайти на наш сайт, посмотреть эту литературу. То, что касается 9 класса, оно все соответствует спецификациям, и 11 класс, он полностью откорректирован в соответствии с теми спецификациями, которые вывешены на сайте ФИПИ. Значит, материалы есть буквально по всем предметам, вы можете их посмотреть. Кроме всего прочего, вы можете купить эту литературу со скидкой по промокоду. Такая услуга всегда предоставляется при завершении наших вебинаров и посмотреть, насколько вам это все будет удобно. Ну, и я, да, и я, да, беда, обещал вам показать этот документ, коли вы, пожалуйста, обратите на него внимание. Значит, вот вышло такое письмо, это письмо, и в этом письме, то есть это письмо как раз посвящено теме обеспечения учебными пособиями, учебниками наших ребят в 22-м, 23-м учебном году. Обратите внимание на это письмо, потому что это проблема, с которой мы столкнемся, и проблема, на которую стоит обратить внимание. Если я не ответил на какой-то ваш вопрос, есть какой-то. Я постараюсь сейчас ответить на ваши, могу ответить не на все, но на то, что смогу, смогу ответить. Александр Павлович, огромное вам спасибо за очень развернутую программу нашей работы и такие вопросы. Как оценить внеурочную деятельность волонтерское движение? Коллеги, вот такая ростая волонтерское движение. Ну, я бы его никогда не оценивал в оценках. Я считаю, что здесь должна быть только двубальная система зачет-незачет, потому что волонтерское движение, я так понимаю, что ведь оно у вас, кроме всего прочего, кроме того, что вы объясняете, что это, оно у вас связано с конкретными мероприятиями. Если ребенок, который у вас интересуется этой темой и ходит к вам на внеурочку по этой теме, он наверняка участвует в каких-то волонтерских мероприятиях. И участие в этой волонтерской акции, оно и будет как раз-таки, ну, зачетом того, что делает ребенок. На мой взгляд, я бы сделал так. Могут ли родители отказаться от второго иностранного языка по согласованию? В основной школе, только в основной школе. В основной школе сегодня, как я вам уже сказал, по ВГОСам прописано, что только по заявлению родителей. Поэтому в данной ситуации второй иностранный язык, ну, коллеги, или если это языковая школа, да? Языковая школа, и там изучается второй иностранный язык. А в любой другой школе второй иностранный язык может изучаться по заявлению родителя или ученика. Поэтому в данной ситуации, ну, форма, форма обучения будет вопросом. То ли это будет элективный курс, то ли это будет факультатив, то ли это будет внеурочка. То есть здесь решать вам. И вот было несколько вопросов по поводу родного русского языка. Если обучение ведется на русском языке, стоит ли вводить родной русский язык и составлять отдельную программу? — Коллеги, дорогие, вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не имею права трактовать какие-то позиции федеральных структур. Дело в том, что по информации, которую я у коллег беру в оборнадзоре, например, коллеги иногда жестко говорят, такой предмет есть, вы его обязаны на уровне начальной школы, вы можете его вынести на внеурочку. А вот на уровне основной школы вы его должны как основной предмет. Не скажу вам, не уверен, потому что я вообще до конца не понимаю, вот на самом деле, как этот механизм работает. Потому что речь идет о том, что должны были изучаться государственные языки республик. Но, например, если в республике Дагестан по конституции государственным языком является русский, можно ли заставить всех учить какой-то конкретный язык, учитывая то, что в республике много национальных языков? Поэтому, вы знаете, с языком не отвечу. Я до конца пытаюсь найти ответы на эти вопросы, до конца сам не знаю. Но на сегодня, по факту, во всех школах, сегодня ведется и русский, и родной русский. То есть, скорее всего, что и у вас будет та же ситуация. У вас будет русский, и будет там один час родного русского языка. Ну, не совсем понятно, но где-то вот такая непродуманность, она привела вот к такой ситуации. Здесь вот коллеги комментируют, это актуально, особенно если класс много национальный, но ведется родной русский язык, и вообще правильно ли это? Ну, конечно, не совсем правильно, потому что там будет сидеть ребенок другой национальности, и будет говорить, почему именно родной. Ну, вы знаете, что у нас с вами, учителей, всегда есть свои хитрости. Будем пытаться решать этот вопрос по уму. Как отобразить модуль школьный урок в тематическом планировании? Модуль школьный урок? Вот что-то непонятно. В тематическом планировании, да, количество уроков, даты, тема урока, цифровой контент, и, ну, вот я пишу домашнее задание. А что имеется в виду, не пойму немножко. Если это ваш вопрос, напишите, пожалуйста, более подробно нам в Легион, я вам отвечу индивидуально. Так, кто еще там у нас есть? Ну, и еще раз по поводу родного языка. Можно ли брать часы на русский родной язык из русского языка? Коллеги, вот если я не ошибаюсь, я к этому не готовился, но если не ошибаюсь, в прошлом году жесткое было письмо, где было прописано. Забирать уроки из русского языка на родной русский язык нельзя. Что имеется в виду? Имеется в виду, если у вас в каком-то классе по учебному плану минимальное количество часов на русский язык три, то их должно быть три. Вот другое дело, если у вас три часа русского языка, а один час у вас идет как час по выбору, например, образовательной организации. Вот тот час, который по выбору образовательной организации, вы можете назвать часом родного русского, да? Но три обязательные как были, так и должны быть. То есть обязательный набор предметов нельзя подменять другими предметами. Александр Павлович, а родители могут ли отказаться от занятий по внеурочной деятельности? А внеурочная деятельность у нас преподается только по желанию. Родители имеют полное право, так сказать, чтобы ребенок не посещал эти занятия. Внеурочка у нас по выбору идет. Скажите, все-таки всеобщую историю и историю России нужно вести по отдельности или в первом полугодии всеобщую, а во втором историю России? Коллеги, дорогие, мне очень сложно ответить. То есть, понимаете, в данной ситуации все зависит от того, как вы спланируете календарное планирование. Потому что если речь идет о том, что вы хотите разделить эти предметы по четвертям, на мой взгляд, ничего страшного нет, потому что это просто ваше планирование. Тем более, в Абгосах прописано о том, ну, в данном случае можно рассматривать это как модульный курс, правильно? У вас есть всеобщая история, у вас есть история России. Это два больших модуля. А рассматривая как модульное обучение, я могу по часу изучать, там, по часу один предмет, по часу другой. А могу изучать первое полугодие всеобщую историю, второе полугодие историю России. Кстати говоря, если вы вспомните, у нас ведь раньше так и было часто, что мы изучали, например, по полугодиям предметы и даже учебники в библиотеке меняли. Я думаю, что здесь ничего страшного нет. Это надо решить на уровне вашей образовательной организации. Вот будут ли основы финансовой грамотности обязательные предметы? Коллеги, финансовая грамотность, я очень надеюсь на то, очень надеюсь, что это никогда не будет предмет отдельный. Потому что мы на сегодня в учебный план ввели такое количество самых разных предметов, что мы уже забываем вообще, что мы преподаем. Но самое главное, что учебный план не резиновый. Для того, чтобы ввести новый предмет, мы отрываем часы от других предметов. Мы жалуемся, что дети плохо пишут на русском языке. Но если посмотрим, мы уменьшили количество часов русского языка в целом. У нас дети не знают математики, но мы уменьшили количество часов математики во всех классах для того, чтобы дать какие-то другие предметы. Поэтому финансовая грамотность, на мой взгляд, это должны быть отдельные модули в разных предметах. Это интересный предмет, но он интересен на уроках технологии, когда мы говорим о семейном бюджете. Он интересен на уроках общества знания, когда мы говорим об экономических каких-то знаниях и рассказываем детям о кредитах, о том, как это, или как, например, положить вклад в банк, что нам это даст. То есть в данной ситуации у нас есть много предметов, на которых я на математике могу решать совершенно, я решаю экономические задачи. Это те же задачи по финансовой грамотности, но я не считаю целесообразным выделить отдельные часы и заниматься только этим. Это на самом деле, так сказать, важный момент, но давайте не подменять понятия. Невозможно увеличить учебный план и не потерять в качестве. Мы это уже сделали, давайте остановимся. Думаю, что нет. Могут ли уроки математики проводиться одновременно по базовому углубленному на одном уроке? Коллеги, ну вот так провожу. Вот у меня десятый класс. Я выяснил, что у меня в десятом классе половина детей сдает базу, половину профиль. Какой выход? Разделить их на группы можно, если у вас в образовательной организации есть деньги. Сегодня в ГОС позволяет делить детей на группы, это можно сделать. Но мы, школа, не очень большая языковая, у нас денег не хватит на такое разделение. Поэтому выбираю материал, так сказать, который, потому что база и профиль очень тесно связаны, экзамен один с другим. Поэтому сначала объясняю материал всем. Домашнее задание даю свое на листах до черты. Это делает дома база, после черты это дополнительное задание для детей, которые хотят сдать профиль. То есть в данном случае, так сказать, только так. Даю разные контрольные работы. Базе свое, профиль свое. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас скажете, сидя у экрана, а как же оценивание. Но ребенок выбрал профиль и ребенок выбрал базу. Я вот этот уровень пытаюсь соблюдать. И должен честно сказать, что то, что касается профиля, я, конечно, не поднимаю эту планку высоко, потому что тогда пятерка в базе и тройка в профиле, это будет примерно одна и та же оценка. Но, в принципе, пробую это делать. А выход какой, коллеги? Выхода нет. Пока дал задание базе, они что-то решают, профилю объясняют то, что базе не нужно. Потому что есть задания очень сложные, они базе не нужны. Зачем же я буду грузить им головы каким-то материалом, который ему нужен? Так, что еще? Если ребенок как это оценивать? Не как это оценить. Коллеги, изначально, обратите внимание, изначально, когда внеурочная деятельность вводила, изначально было сказано, каждый ребенок у нас с вами в классе, в параллели, на каждый класс 10 часов внеурочной деятельности, правильно? Мы предоставляем какой-то набор предметов. Родители, дети выбирают из этого набора. Но дело в том, что потом в эту систему вмешались финансисты и сказали, а что это у вас там 5 человек сидит? У нас по закону, у нас должно быть наполняемость класса 25, вот догоняйте до 25. Но дело в том, что вот, опять-таки, я просто на память вам не скажу, было письмо разъяснение, и было прописано о том, что курс внеурочной деятельности дети посещают по желанию. Ведь обратите внимание, у нас с вами идет расписание уроков, потом идет динамическая пауза, они отдыхают, а потом идет внеурочка, потому что часть детей имеют полное право уйти домой, и они не хотят. У них есть кружок, у них есть секция еще, у них есть внеурочная деятельность, но она не в стенах образовательной организации. Это все законно. Электронный урок оценивается или элективный урок оценивается или нет? Опять, коллеги, это ваш локальный акт, все зависит от того, как у вас прописано. Если вы в образовательной организации решили, что элективный курс оценивается, там же еще зависит от того, сколько у вас часов по этому элективному курсу, как вы его оцениваете. Этот вопрос решается только на уровне образовательной организации. Так, что-то еще есть? Если он второй, вы имеете в виду. Если второй иностранный язык во втором классе, вы имеете полное право. Ну, если у вас, коллеги, не языковая школа, если у вас проведенная языковая школа, то возникнет совершенно простой вариант. Перейдите в общеобразовательную, там, где нет второго иностранного языка. Но если у вас школа общеобразовательная, вы можете внести такое предложение, потому что это не обязательный предмет. Это в данном случае будет просто предмет, выбранный по желанию родителей и детей. Так, что-то здесь про тариф. Почему в тарифе нет определенного коэффициента доплаты математикам? По подготовке, коллеги, коллеги дорогие, понимаете, возникает вопрос по поводу ОГЭ и ЕГЭ. У нас с вами еще Васильева была министром. Она правильно ведь ругалась и говорила о том. Ведь мы с вами ребенка научить должны. Я прекрасно понимаю, я всегда волнуюсь. Мои пойдут на экзамен, сдадут или нет. Это же, так сказать, вот и мое собственное я, научил, не научил. Но Васильева правильно всегда говорила. Есть программа. Мы должны детям программный материал дать. Они должны знать материал. А на базе этих знаний сдать ОГЭ или ЕГЭ. Но, понимаете, вот сталкиваемся с такой позицией. Одни учителя в девятом классе бросают программу и только готовят к ОГЭ. Вот только ОГЭ. Одиннадцатый класс что-то пообъясняли, готовимся к ЕГЭ. Понимаете, вот, ну, на мой взгляд, так делать нельзя. Но вот прихожу в одну из школ тестировать. Дети вообще не знают, где можно найти материалы по ОГЭ и ЕГЭ. Это материалы какие-то придуманные или законодательно утвержденные. Ведь, а дети, ну, а на ФИПИ зайдите. Федеральный институт педизмерения, там все есть. Мы не знаем такого сайта. Ну, я же учитель, я не мог о нем не сказать. Поэтому я считаю, что готовить, информировать надо. Но поставить это вот как основное во главу угла – это нехорошо. Это нехорошо. Нас замучили участием во всевозможных исследованиях, в том числе международных. Коллеги, ну, что вам сказать? Если говорить честно, понимаете, вот у нас, на самом деле, у нас сейчас появились ВПРы. С одной стороны, это хорошо, потому что это некий федеральный срез. Другой вопрос, который меня всегда мучает – где часы взять? Ведь когда проходит ВПР, у нас пропадают уроки. Вот это беда. А ВПРов много. То есть федерация вот на сегодня пытается предоставить выбор. А ведь помните, ну, позапрошлый год, когда у нас, ну, я боюсь тут с пандемией напутать, но помните год, когда у нас там, например, в седьмом классе было восемь предметов. Ну, это, конечно, была просто катастрофа. А добавьте к этому олимпиады всех уровней. То есть учиться некогда. А, на мой взгляд, первое, что должно быть написано на входе в школу – мы учим детей. Самое первое – мы их обязаны учить, мы обязаны проводить уроки. Все танцы, пляски и все прочее – это должно быть потом. Международные исследования, вы знаете, их ведь не так много. В принципе, если вы говорите именно о международных исследованиях, то в данном случае, ну, там они же проводятся раз в три года, раз в пять лет. Потому что вот здесь, конечно, ВПРы нас подкосили. Потому что говорят, вот тоже ситуация, ВПР – плохие оценки детям не выставляйте, только 4 и 5. Хорошо. А остальным я что выставлю? Они ВПР писали, написали плохо. А контрольную я не давал. Значит, я после ВПР должен дать контрольную. А сегодня вышло письмо, по-моему, оборнадзора, где написано о том, что интервал контрольных работ две с половиной недели. Как вписаться в этот интервал? Чтобы на самом деле мы детей не извели контролем, но и в то же самое время, как понять, что ребенок владеет материалом? Сложно, очень сложно. Должна ли производиться оплата индивидуальных консультаций девятых-одиннадцатых? Понимаете, вот на мой взгляд, однозначно должна быть. Потому что если даже у вас ребенок находится на семейном образовании, то вот все консультации, которые проводятся, они должны оплачиваться. Но тут надо посмотреть по душевое, коллеги. В разных субъектах по-разному оплата принято. Значит, например, вот Краснодарский край, молодцы, они что сделали? Они за каждого ребенка по списочному составу платят вам по душевое. А те дети, которые к вам приходят на семейное, они платят 20%. То есть они говорят о том, что вот эти 20% – это и будут оплата ваших консультаций. Поэтому в данном случае, конечно, должна быть. Но есть регионы, где, в отличие от Краснодара, такое решение не принято. И семейное образование, оно компенсируется учителю часто из бюджета образовательной организации. А денег на все не хватает. Индивидуальный проект, как его оценивать? Коллеги, дорогие, с удовольствием бы ответил. Посмотрите у нас в архивах. Я вел по индивидуальному проекту вебинар. Опять-таки, вы его будете оценивать. Понимаете, ведь в 11 классе индивидуальный проект идет как отдельный предмет. И вы его будете оценивать оценкой, коллеги. Ну, скорее всего, на мой взгляд. Да. Я вам поэтому письмо на ПИСПАС повесил, которое вы можете посмотреть. То есть, конечно, я думаю, что на 1 сентября с учебниками может быть довольно большая проблема. Но в данном случае успеют ли все авторы это переделать? Функциональная грамотность. Коллеги, ну, функциональная грамотность, значит, это важный момент. Но дело в том, что это вот то новое, что сегодня появляется. Это то, что касается межпредметной, простите, универсальных учебных действий. Вот функциональная грамотность. Но до конца сначала мы все должны четко понять, что такое функциональная грамотность и насколько работы по функциональной грамотности смогут заменить ВПР. Пока сказать сложно, потому что в идеале, в идеале установка была такая, что ВПР, он будет просматривать универсальные учебные действия. Установка первоначальная была такая. Правильно ли понимаем, что в учебном плане одного, один предмет математика, а как оценки за четверть только один? Если у вас в учебном плане один предмет математика, то у вас и оценки по одному предмету математика. Вы будете вести модуль алгебры, модуль геометрии, но, может быть, понимаете, что боимся, коллеги? Сам математик, поэтому боимся чего? Боимся того, что напишут вам математика пять часов. Кто-то обязательно посмотрит, скажет, что там много у них часов. За четыре уложатся. Забыв о том, что у нас с вами два серьезных предмета. А теперь еще и видите вероятность, как отдельный блок, как отдельный курс у нас с вами идет. В школе не платят учтям за работу с детьми с ОВЗ. Значит, коллеги, работа с детьми с ОВЗ, она доплатой должна быть, потому что при работе с детьми ОВЗ, понятно, специфика немножко другая, и специфика есть, поэтому это должно оплачиваться в соответствии с системой оплаты труда, как там прописано название этой доплаты. У вас должна быть просто небольшая доплата. Каких авторов по математике вы рекомендуете? Вы имеете в виду учебные пособия, скорее всего. Коллеги, ну вот трудно сказать. Я боюсь взять на себя ответственность, обидеть каких-то авторов. Знаете, я выбрал для себя то, что мне нравится, но я не могу громко на вебинаре сказать, что вот этот автор плохой. Да нет, он не плохой, но вот я по нему работать не умею, и поэтому не хочу. Вы понимаете, ведь не зря же нас с вами учили методики. Методика отвечает на вопрос, как научить ребенка. Вот там, где я понял, как научить, я выбираю автора. Там, где я не понял, не выбираю, как вы правы учить детей. Да, ну с этим, знаете, возмущаюсь сам, но вот не знаю. Это, конечно, болезнь, очень большая болезнь. Олимпиада, да, олимпиады вроде как хорошее действие, все. Но вот тем более, вот посмотрите, в этом году Сириус на себя забрал многие олимпиады и проводил их электронно, значит, дистанционно. Да прекрасно, слушайте. Причем они там чуть ли не с 8 утра до 8 вечера. Ребенок хочет участвовать, пришел домой, подключился, вошел, там потратил час на эту олимпиаду. То есть когда, а потом, понимаете, еще же огромная проблема в чем? Что этот ребенок хороший, он идет на 5-6 олимпиад. И возникает проблема того, что через месяц, когда прошли олимпиады, это дитя приходит в школу и вообще не понимает, о чем я говорю на урок. Вот это очень нехорошо. И этого надо, конечно, избегать. И в первую очередь наша администрация должна обращать на это внимание. Как вам кажется, изменения во ВГОСах приведут к ожидаемым улучшениям? Коллеги, я боюсь говорить об улучшении. Я вам не зря сказал про урок расписания на послезавтра. Когда вы смотрите этот фильм и когда вы увидите эту фразу Даля по поводу деятельности, ведь понимаете как, ВГОС сегодня хочет нам напомнить о том, что надо работать вот так, как мы работали раньше. Деятельность. Когда мы крутили эту электрофорную машину, когда мы взрывали там водород с кислородом и получали воду. Ведь, коллеги, наступил момент, когда у нас в школе появился лозунг информационно-коммуникационные технологии. Как лабораторную делать? На компьютере. Как опыты по химии? На экране. Безопасно, замечательно. Но дело в том, что они ничего не делают своими руками. У них лампочка не горит. Посмотрите, спросите у многих наших детей. Они электронную цепь никогда не собирали. Они не знают, когда лампочка загорится. А поэтому, хоть соединение параллельное, хоть последовательно, да ему все равно ребенку, понимаете? Поэтому, коллеги, для того, чтобы образование изменилось, надо на самом деле уйти на практику, на деятельность, чтобы они понимали, зачем они это делают. Но у нас с вами на дороге появился огромный камень, глыба, который называется клиповое мышление. Сегодня проводил тестирование в школе. Пять раз сказал, дети, смотрите. Вот если у вас закончилось изложение, места нет. Вы пишете сочинение, а вам места не хватает. Вы, пожалуйста, скажите, возьмите у меня листик и продолжайте. У меня закончилось место, я не знаю, где мне писать. Пятнадцать человек. Они не слышат. У них все, как фотография со вспышкой. Вот они щелкнули, увидели этот момент, он в голове отложился. А дальше тишина, как в той песне, коллеги. Поэтому, понимаете, сложно это все будет. В ГОС нравится, нравится по одной простой причине. Потому что первый раз сегодня, наконец, за многие годы, кроме красивых слов, которые там есть, там есть конкретно материал, чему учить. Это очень важный момент. Вот коллеги все время говорят, программы. Ну, мы привыкли. Взял программу, видишь, что делать. А сейчас? А вот сейчас возьмите ВГОС и прочитайте, что вы обязаны объяснить детям. Поэтому я двумя руками за. И дай Бог, чтобы как можно скорее вышел в ГОС по среднему общему образованию. Сейчас участвуем в апробации программ пятых классов на следующий учебный год. Будут ли, но не скажу, коллеги, не знаю. Не знаю. Вы знаете, я сторонник того, что учебники надо однозначно порезать как минимум на треть. Потому что, на мой взгляд, учебник должен быть базовый и профильный. А вот мастерство мое состоит в том, чтобы этот материал рассказывать. От того, что мне дают учебник одного автора, где нумерация сквозная, у второго автора нумерация по главам, а третий главы местами поменял. Я прекрасно понимаю, что это просто большой бизнес. Но пользы образованию от этого никакой. Контрольные работы нечаще, чем один раз по каждому предмету или по всем. По каждому предмету, коллеги, есть письмо министерства. Посмотрите, контрольные работы должны даваться с интервалом 2,5 недели по предмету. Мы со старыми учебниками участвуем в апробации. Нас уже три раза вынудили менять планирование. Коллеги, не знаю, чем вам помочь, не знаю. Конечно, это безобразие, это нехорошо. Но чем вам помочь, не знаю. Так, что у нас еще? Ради Бога, я рад. Но я же, коллеги, поймите, я неистинно в последней инстанции. Я часто пытаюсь следить за той нормативкой, которая выходит. Но иногда я же, хочешь, не хочешь, высказываю свое субъективное мнение. Никуда от этого не денешься. Поэтому вам и говорю. Так, что-то еще есть у нас? Да. Значит, если вдруг возникнет какой-то вопрос, пожалуйста, коллеги, пишите. С удовольствием, если сможем, то ответим. Спасибо вам большое за то, что уделили внимание. Я рад, если вам что-то полезное здесь понравится. Поэтому удачи вам. Не болейте. Держитесь. И чтобы все у нас было хорошо. Прорвемся, коллеги. Удачи. Прорвемся. Прорвемся. Продолжение следует...